Девушки отдыхают Сейчас мы с вами пропустим все заставки, все выходы, потому что они занимают время Многим это не нравится и тем более это такой новый формат, который нужно сжать Чтобы человек много времени не затратил на просмотр и понял, нужно ли ему это смотреть в дальнейшем или нет Заходим сразу, стоп, нет, 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 вот уже начинаю подтупливать Хоп, нажимаем здесь, потом нажимаем выберите стороны Я ни за кого драться не буду, будут драться боты И сейчас я вам расскажу основную задачу этого контента Я хочу устроить марафон из 10 ставок на популярные поединки Но я не буду отталкиваться от прогнозов, каких-то аналитиков и тому подобное Ух ты, блин, вообще жесть, главное, чтобы вот так не закончился бой Но все может быть У нас с вами один шанс Блин, они когда бьют, жестко прям Я аж, короче, хочу это прокомментировать У нас с вами один шанс И сейчас, кто из этих бойцов побеждает Я ставлю на победу этого бойца На UFC 226 Ё-моё Я ставлю, короче, 500 рублей И эти 500 рублей, потом выигрышную ставку я себе не забираю Я ее разыгрываю среди своих подписчиков Какие вообще задачи нужно для этого выполнить, я потом скажу Но там, может быть, ты должен будешь подписаться в группу нашу Охренеть, что происходит у нас в октагоне Мне очень хочется это прокомментировать Потому что там происходит какое-то сумасшествие Вот Что еще сказать? Да я думаю, больше нечего говорить То есть мы с вами берем какие-то очень значимые бои Даниэль Кармия против Сипи Метча Это грандиозный поединок Вот, и смотрим первую попытку поединков ботов И ставим Вот и все Я не знаю, как это назвать Вот как этот ролик называть Ну, наверное, так и назову UFC 226 Сипи Метча против Даниэля Кармия Но Тот, кто захочет это посмотреть Тот, по-любому, услышит меня И для чего я вообще это делаю Мне давно это было интересно Войду ли я в плюс То есть, ну, грубо говоря, деньги-то я не буду себе забирать И вам приятно То есть вы будете тоже заинтригованы И будете, к примеру, болеть за какого-то определенного бойца Чтобы потом, к примеру, победить в розыгрыше Для вас это интерес и азарт Мы вместе с вами любим Поединки Я давно хотел такую тему замутить Но что-то не решался Тем более было много контента Сейчас Такой бой Даниэль Кармия против Сипи Метчича Я должен начать Вот честно Давайте теперь посмотрим И проанализируем вообще Что же творится у нас в октагоне Если мы посмотрим по стамине То Даниэль Кармия Немного приседает Но он находится сверху В атакующей позиции И Сипи Метчич Должен понимать То, что он Сражается с лучшим борцом В полутяжах Ну, в тяжах, наверное, не сказал бы такое Но все равно Даниэль Кармия Чемпион Кто он там? Чемпион мира Повольный, да? Если я не ошибаюсь, ребят Могу ошибаться Может он второе место занимал Но вроде бы чемпион Точно знаю, что Даниэль Кармия В этой игре просто зверь вообще Все его борцовские навыки И навыки клинча Это феномен Так Тайский клинч Опа И сразу локоть Который Приводит Даниэль Кармия Состояние гроги Опять партер Опять возня Все вы должны прекрасно понимать То, что Сипи Меочич Он такой Можно сказать Разносторонний боец Но Даниэль Кармия Любит поклинчевать Своих противников Залежать, так сказать Чтобы они немного устали Но пока что Устает он сам И мы видели То, что Вот такими ударами Как он правильно называется Не буду говорить Потом немного изучу Я не помню Как же он называется Жесткий, короче Такой прямой удар Я не знаю Пыром, так скажем Деревенский сленг Вот Были состояния гроги У Сипи Метища Но Даниэль Кармия Не смог закончить бой Досрочно И начал пытаться Делать это в партере Отчего сам и устал Так Нам бы вообще пропускать Эти моменты Потому что они Тоже Занимают время Но Увы Джойстик у меня В руках Но я им Ничего Жму на кнопку Да Никак мы не можем пропустить Потому что выбор стороны У нас стоит параллельно 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 Посередине, короче Второй раунд Здоровье Ну Вообще У Даниэля Карми Очень хорошие Хорошие показатели здоровья Но Голова у него Подпросела Воперход Скуком Заходит неплохо Одиночными ударами Он так бьет Открывая голову Да, если мы можем Это видеть И Сипи Метчич пропускает На самом деле Смешной тейкдаун Он не должен был Здесь пропускать его Но Что произошло То произошло Клинч Здесь, наверное Показатель у Даниэля Кармия Выше Но хотя это тяжелый вес Я не изучал их параметры Для того, чтобы вас не грузить Я просто хочу показать Сам контент И интересен ли он вам будет Также Что хочу сказать Может быть Мне этот контент Как-то ущемлять Вот, то есть Показывать какие-то Самые значимые моменты боя И Ну, там ролик будет выходить На 5 минут, к примеру Потому что они могут возиться Так и 5 раундов А 5 раундов Это минут, наверное, 20 Вот так вот, ребят А если вы еще и захотите Увидите параметры бойцов Чтоб я про них рассказывал Как их сделали в этой игре То Опа И кать что-то начал То на это будет уходить Еще больше времени Граунд и паунд От Даниэля Кармия Но тут уйдет Реверсал, наверное, да Так это назовем И Семьемочич может попасть В топ-маунт Все правильно Все правильно Дальше Халгард Но Я не знаю, зачем Он туда перешел Опа Удушающий прием Гилетина начинает Воспроизводить Даниэль Кармия Если он ее сделает Я, наверное, просто Ну, обрадуюсь, может быть Потому что бой закончится быстро И это прекрасно Это прекрасно Все, ребят Это победа Даниэля Кармия Удушающим приемом Скажем так Если сказать За кого я болел То, наверное, здесь нейтрально Семьемочич мне очень приятен Как человек И Очень Крутой Как боец в тяжелом весе Даниэль Кармия Мой любимый боец В полутяжелом весе В тяжелом весе, наверное, я болею За Кейн Веласкеса Но Я не могу болеть против Семьемочича Просто Ну, очень нравится человек Потому что я осмотрел Из-за его жизнь Он простой работяга Придерживается простых Принципов жизни Он никакой не звезда То есть такой обычный, знаете Вот реально работяга ему подходит Но Самый опасный человек в мире В тяжелом весе Вот так скажем Фух Я не знаю Прикреплять ли мне вам Ставку В этот видеоролик Наверное, я это сделаю То есть я поставлю сейчас на победу Удушающим приемом ставить не буду Может быть Пишите Давайте, может быть, каких-то В каких-то новых сериях Если они будут Если вам понравится Будем ставить Даже вот как он победил Например Нокаут Во втором раунде Можно, знаете, как ставить 400 рублей, примерно, на победу 100 рублей, например, на то, как он победит Тоже интересно Потому что если мы поставим Второй раунд Удушающий гильотина Это будет кэф там Ну, просто до небес Реально Даниэль Корме, ребят Не буду вас задерживать С вами был Антон Хочу вам пожелать Вообще Самое главное Это крепкого здоровья Пишите комменты Ставьте лайкосы И самое главное Пишите Как вам такой контент Субтитры сделал DimaTorzok